это видеоблог это второй день гонки грязный бурундук мы приехали на место идет дождь все сырое черт возьми самая подходящая погода для моей первой гонки не будем в ней участвовать так ну что нужно его завести тяжелый он занять камле смотри тяжело плачет сейчас пока прогреется красочка моя Юра получается главный организатор тут стоит приезжает я думаю что мне много не надо саж да там прям чуть-чуть водички да все до полного не надо ты потом еще вспоминать эти моменты будешь думаешь вообще я рассчитывала что мне даже не пригодится нет в чем то что ты не доедешь даже за первой горке то может быть да гори ехала это метод крымских тренировок руки отпускаем друзья вот получается выстроена линия золота стартует вот отсюда уже они вытвлись мой лобед стоит немножко сбоку а это значит то что я еду в классе новичков в классе лень вообще вот и мы стартуем гораздо позже пока вот сейчас ребятки отсюда и уезжают вон туда в лес линия старта Юра Юра березит во спина этого циклистов деловой деловой конечно конечно непривычно его видеть в роли в роли такого командующего в роли запускающего старты но тем не менее вот он Юра березит который запускает айда погнал 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 вау да давай туда блин а у нас синие стрелочки да синяя Марина поедет ну все походу приехали там ямка и грязь там ямка и грязь пробка из бронзы поставать вау вау а да куда они все там же одна вейклория ну постоим еще тут Помоги, я там объеду, я там объеду, я поеду там лучше Спасибо, я попробую там где-то Короче, я решила объехать, мне кажется, может быть, тут будет легче Хотя бы тут нет пробки Спасибо Спасибо Подъехали? Подъехали Ну ладно, сделаем паузу Ну немножко заехала в лес Блин, капец, может быть, нафиг эти гонки, но я еще хочу чуть-чуть проехать Так, главное не волноваться на Чиле, на расслабоне Мы проехать начали на расслабоне А? Дерево? Да нормально все Нам помочь, пожалуйста, чутка Между этих улетела Между этих улетела Блин Давай Спасибо Так, да, рыдала с самого начала С самого начала, что-то я не ожидала такого Что-то дед Нормальная трасса Нормальная трасса И вот эта вот Горка, 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 горка Корни Горка Тельея нарыта Веточки Веточки, 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 веточки Объехали веточки Поехали дальше Оп Оп, скачем, скачем, скачем На горку скакали Нормально Руки забиваются, конечно, вообще бебес Но Но вроде ничего Так, я же не езжу по трассе Ага, вот трасса Руки от руля Забиваются Ну просто бебес Ага, бенёчки Праскочили вроде Смотри Надо отдохнуть Сейчас отдохнём и поедем дальше Блин, вообще руки забиваются просто невероятно И сейчас мы отдохнём и опять скакать пойдём И И ручки у меня устали Потому что действительно нужно держать мотоцикл На брёвнышко И оп Заглохли Так Четвёртая Нитрялочка Едем дальше Брёвнышко Брёвнышко И ещё брёвнышко И Тише 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 Сейчас отдохнём Там ещё брёвнышко Опа На нафиг Так Да выключи стык О, нитрялочка Опа Помой Ноги, пожалуйста Чё-то я поскользнулась тут Не, ну я не думала, что там Пять минут от финиша я чё-то уже такая Ой, руки забились Так и здесь место такое Всё Всё как бы Спасибо большое Стоять, пап, сейчас паду Да Да Многие тяжёлые Вот работают вообще Где мой напарник Пропал Брёвны скользкие ещё вообще Брёвны Открасим назад опять немножко Так Какие у нас есть варианты Там он застрял Я думаю, что можно его положить, наверное, вообще Да Я его положу И оттащу Вот так вот Огонь Поднимаем И И И что Видим дальше Насколько это возможно Так Так, ну тут можно уже, наверное, сесть Или нет Я попробую Я попробую Ну, отдохнём чуть-чуть 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 Да Руки, конечно, забиваются Руки забиваются Пипец, я поняла, что у меня очень слабые руки И вроде бы Я здесь едешь Вроде ничего сложного Но эти корни Спуск-подъём Кочки Пеньки Корни И всё это скользкое Мне тяжело, да Действительно тяжело Ну а что, я думала, что будет легко? Нет, я не думала, что будет легко Ага, итак я это в ревно проеду А, не, проехала бы Но лучше не проеду Блин, у меня нет кнопки стоп-сигнала Чё Давай-давай, глушись, милый Помогу Спасибо Спасибо Тяжеленный, чёрт Ой, чуть-чуть сломалось что-то Нет, это не А ну сломалось, да Ага Держу Держи, всё, спасибо Так, нам надо лучше объехать Либо мне... А, не, я тут проеду Ну да, проедете? Да, проеду Просто разгон не взяла Объехать О, спасибо Как-то ветками... Залился, что ли? А вот и когда он выйдет сюда Всяка... У нас тут есть Держи, что я пател Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Блин, одни розовые стрелочки Где мои? Где твоя? Где мои синие стрелочки? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А красные стрелки, это же золото, да? Нет, смотрите, эти стрелки просто Путеводные, а вот которые таблички Красные, это серебро, золото, а синие, все на А то я думала, очень не то уехало Все поняла, спасибо Нет, я новичок А, вы новичок? Ну, поэтому так криво ели А я думала, это я сам и чал, и чал, и тут Да ничего, я тоже чал Мы только начали, я краничку только так Как она улетела, я не могу понять Ну, блин Ну Ай, давай переставим, все, чувак Опа, не травочка, да? Сейчас там чувак проедет Дадим ему дорогу Или не дадим Не дадим Так, как учил Макс Шачнев Можно бросить работу Курить, пить Но сцепление Бросать нельзя Я об этом Стараюсь не забывать Но не всегда получается Сцепление Это здорово Но вот kissing ... ... Памящен Терм Часrans Чуть не взяла поворот. Я так рада тебя видеть! Привет! А вот и встретились! У меня камера пишет? Да, пишет. Ну вот и встретились! Слушай, ты отдыхаешь, когда едешь? Да, наслаждаюсь. Не, ну смотри, я остановлюсь, потому что у меня руки вообще забиваются. Не, у меня руки забились. У меня с прошлой гонки подорвано. Пипец. Поможешь, пожалуйста, оттащить на него? Я не взяла разгон что-то, ой, поворот, точнее. Наоборот, слишком большой разгон взяла. Как лучше это сделать? Наверное, оттащить, да? О, бензин у меня там херачит просто. Это же бензин? Бензин. Откуда он выливается? Наверное... А? Это у тебя совсем, да? Да, как-то она вообще у меня отвалилась. В одном моментике. Держу. Как тебе трек? Как тебе трек? Как тебе трек? Ну, пока-то я чё-то... Тебе можно и ехать там ещё. Наслаждаемся, едем, да? Да, поехали. Блин, у меня есть сцепление, вообще ходу дном ходит. Эй. Ну да. Ну а мы едем дальше. Отдохнули. С этой штукой не знаю, что делать. Стоп-сигнала у меня уже нет. Эта штука болтается. Как-то доедем. В москву вернуться обратно с нормальным мотоциклом целым. Ну, сначала не будешь хотя бы сразу таком вернуться. Да... Ты что прикалываешься? У меня сцепление что-то не работает? Да что с ним? А, ну теперь у меня как-то вообще в непонятном месте находится. Так, серьезно. Да, оно вообще у меня как-то где-то в непонятном месте. Так, серьезно. Так, с сцеплением у меня явная беда тут, короче. Оно прям в самом-самом конце находится. Принцепление... Поехали. Принцепление... 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 Брюнен тут капец, конечно Откуда ехать Вообще сцепления нет, просто, ребят Сцепления нет Тише, 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 не падай А как я могу это сцепление пошаманить? Никак М-м-м М-м-м-м-м М-м-м-м-м-м-м М-м-м-м-м-м-м-м М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Такую тактику максимально экономить силы, т.е. чтобы хотя бы тупо доехать. Медленно я поеду, я езжу на Риме. Ребенок какой-то. Ты один? Не заблудился? А я заблудилась, походу. У меня как-то посинее идет, а я ни одной синей сейчас не видела, как по пути шел. Ты пока правильно идешь. Они потом будут. Наверно, я не обманула ребенка. Где гора? Еще не было ее. Мы уже идем на 40. Какая гора? Потому что я был верен. Похватит меня будет. Какой гора оцепи? У нас были только четыре. И вот здесь у меня как была бы какая-то-вот. Какая горячая пути шел? Да, автомобильный ткан, Продолжение следует... Что там происходит? Тут скользкий просто. Попить надо. Хорошо. Ой. Вообще сцепление в самом самом конце это просто пипец. Блин, я такие штуки проезжала, а тут забуксовала. Что-то смешно. Так, давай подумаем. Что здесь можно сделать? Так. Может колесо это перетащить сюда? Да. Да, тяжелая. Так. Так. И вон туда его. Может я показалось. Сейчас поедем. О, не лезь. О, вроде проехал. Так. Есть ли у меня мысль в голове? Зачем я здесь? Да. Да. Она явно присутствует. Что это такое? Там. Наверное, yesterday. Я сейчас затем перец. Сколько лет мысеем на rere velocity? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видали, какое бревно оброшло? Почему вот такое вот бревно? Я с легкостью прихожу, дальше туплю. Сцепление, ну просто, то есть я зажимаю, вот так вот еду полностью. Оно всё, нет. Скоро там кое-что лес. Ебаный лес араунд. А это что такое? Это как вообще? Это куда вообще? Это что такое? Блин. Так. Идиот. Идиот. Подумала и нашла объезд этого бревна. Там мы не поедем, а немножечко объедем. Ой, что это у меня бензин, что ли, выливается? Хе-хе. Хоть те, нате, конечно. Бензин уже сколебал. А у меня кто-то есть там? У меня есть ещё полный бак. На какой мы? На первый. Честно, я восхищаюсь вот Светкой Лавренщик. И когда видишь это со стороны, думаешь, да, классно, да, она прикольно это делаешь. Но делает. Но ты не понимаешь, насколько... Когда ты просто... Я пытаюсь вот сейчас первый в своей жизни трек проехать. Я понимаю, насколько это мощно, насколько у неё большой путь пройден. В плане тренировок, техники, выносливости и всего такого. Ого! А это что такое? А это я куда? Не знаю. Опять объезжать, что ли, придётся? Сейчас. Пойдём посмотрим, где это можно объехать. Ой! Ничего-то заливалось. А там скоро будет гора? Вот как раз ты к ней приближаешься. И там будет объезд где-то вроде. Объезд будет. Что можно съехать с трассы вообще, да? Ну, вообще лучше здесь обратно. По трассе обратно? Не, мне сказали, типа там перед подъёмом прям будет. Перед бревном, типа тропинка направо, можно уехать вообще-то с трассы. Ну, на короткую петлю ты имеешь что-то, да? Да. Ну, только там нужно будет обратно вверх подниматься. Ага. Пока ты не спустилась, сделай правильный выбор. Типа обратно поехать? Да. А я спускаться не собираюсь, там перед спуском получается. Вот здесь вот ты последним брёнышком переезжаешь, и вон туда вот ты уже под гору едешь. А, это вот сейчас я перееду и под гору еду? Ну, вот буквально вот пятьдесят метров туда и вниз. Ааа. Тогда, значит, где-то здесь, получается, должен быть съезд? По идее. По идее. Вот. Что вам там Юра на брифинге говорил. И раньше вот это вот ближайшее бревно. Ага. Вон туда вот ленточки пошли. Вот это был путь бронзы. По идее туда, значит? Да, но там, ну, как бы, на Тульковой вообще нет пропины сейчас. Сейчас там максимум одна кайфа проехала. Где она, я сейчас не знаю. Вон там проехала? Не знаю. Может быть. Потеряли её, да? Ну, впереди её нету. Я вот дальше там прошёл, но нет. Не звонит, значит, ездит. Я подумал, что пора обратно, ладить. Ааа. Ну да, не звонит, значит, едет. Я, я, я тебе говорю. Я вот туда в тот раз, я поехал, да? Там ещё метров, наверное, 800 проехал и съехал. Ааа. Пока я ходила, смотрела, в общем, как мне выехать отсюда, у меня вообще мотоцикл не заводится. Он просто не схватывает. Кикстартера у меня нет. Как это такое произошло? Я не знаю. В общем, ребят, стою я тут вот перед тем бревном. Ааа, там должно быть тропа какая-то. Но у меня вообще не заводится мотоцикл. То есть, вот, я включаю зажигание, нейтралочка. Просто ни-че-во не схватывает. Вот и всё! При-е-хали! Смех, конечно, херовый, как-то надо выбираться. Как я не знаю. Проблема у меня, ё-простая, да, у меня оторван проводок. Из-за этой ручки, из-за защиты рук у меня оторвался провод, который идёт на зажигание, походу. Пипец. Тут болт отвалился, и из-за этого он порвал вот эту штуку. Ха, круто! Кикстартера у меня нет. Преудово! Провод порвался, не заводится мотоцикл, всё. Ай, плохо. А ты возьми как-нибудь этот, выдерни. А он прямо у самого основания вообще вырвался. Выдёргивая из этого, из кнопки прямо, зачистить. В общем, пытаюсь соединить провода вот так вот. И как-то доехать обратно. Потому что всё здесь порвано. Проводки соединили. Просто мотоцикл. Пушки. Давай? Да, давайте, пожалуйста. Просто перетащить здесь его. Дальше тоже поеду потихонечку просто уже. А ты возьми, просто сцепление эти вот так. А, вместе и друг от друга, и всё? Да, вот так и здесь. Вот эти друг от друга, да? Он глокнет. А, ни фига себе. Вот это открытие для меня, конечно. Так берёшь, он глокнет. Ну, это тупо кнопочка, звоночек. Вот так вот делаешь два. Нажимай, да? Не вам ещё нажимать. Пипец. Так тебе удобнее будет. Я поняла, спасибо. Вот, и сцепление сейчас. Думаем тебе только переделать. Вот так вот в лесу мне просто починили мотоцикл. Практически. А мы этим и занимаемся. А как вас зовут? Пётр. А вы? Команда Питкросс. Питкросс, ага. А город? Санкт-Петербург. Круто. Команда Питкросс. Респект вам большой. Спасибо. Вот. Так что обязательно вот. А чем вы занимаетесь? Вы чините мотоцикл и у вас прокат. Слушайте, у нас, да, у нас прокат. Мы первый в Питере вообще открылись по пятам, потом по кроссовам. Ага. Вот, да. У нас уже команда образовалась гоночная. У нас Аня, к сожалению, заболела. У неё была бы эта вторая гонка. У девчонки? Да, Аня Лялькова, которая очень хотела поехать. Вот. И, собственно, мы, наверное, на этот, на Аврору поедем уже с ней. То есть я типа тренер. Вот. Поехал. За неё отдуваюсь тут, короче. Чиню все мотоциклы. А у неё какая бы... Уже сколько у неё было гонок? У неё две. Две. Да, это будет третья тогда её. Вот мы разок стадион с ней проехали. Вот я вчера стадион разок и проехала. Вообще молодец. Спасибо. Я видел? Видели, да? Хорошо ехала. Хорошо. Достойно было. Вот. Там где-то лес. Вот Юра сказала, что там будет объезд. Перед брёвнышком можно направо повернуть и там будет съезд. И ты увидишь, Марин скажет, тропинка и ты выйдешь. Куда я выйду? Я не знаю. Вот. У меня весь мод уши повесил. Одно. Просто такие были уши. Сначала такие торчком. С настроем. А сейчас всё вот так вот. Слушай, сними мой мотоцикл. Я три раза переехал в ручей и все три раза. Чуть-чуть. Обалдеть. Да. Просто. Вот. Я сиденье даже трогать не хочу, но это просто скольжение. Одно сплошное скольжение получается какое-то. Три раза получается через ручей, да? Да. Один раз через мостик. Просто три раза через ручей туда-сюда. Потому что непонятно было по трассе куда ехать. Вот. В Бронзе, да, получается, ехали. И что по разметке скажете? Слушайте, ну я в Бронзе доехал до первой таблички, где развилка. Одна была на горку наверх, а вторая направо. Упиралась в ленточку такую по лесу, которая была натянута. И дальше непонятно куда ехать. То есть я там раза четыре разворачивался. Кого-то дождался, кто позади меня ехал. И поехал уже за ним. Ну как-то вот мы куда-то дальше вырулили. Потом пошла какая-то тропа, в итоге нашли. Потом всё равно я обогнал и потерялся. Это уже было после спуска такого, да? После первого большого спуска. Я ехал за кем-то уже. Да. То есть не всегда надо ехать первому. А сейчас вы первые ехали вообще в Бронзе, стартовали первые, да? Ну я стартовал не первые, но я обогнал быстро. И как-то я вообще один остался впереди всех. И нет тропы, просто нет. Просто нет наката вообще, да. Ну я ничего не говорю, это надо быть внимательным самому. Наверное, разметка всё-таки была. И её корову не съели. И грибники её не сняли. А вот она такая вот яркая розовая разметочка получается. Она старая или новая? Вот про это я ничего не знаю. Непонятно. Вот так вот всё. Крыло. Надеемся, что там уже будет выезд. Я уже успела и устать, и пропотеть, и замёрзнуть, и отдохнуть, и попить водички. Слава Богу, я всё-таки взяла с собой гидратор. У меня нет своего гидратора. Мне Юра Березин дал. Вот там кто-то едет. Наверное, это золото. Они лихо едут. А мы тут чилим, отдыхаем. Да, это 37-й номер. А я тут вешу на брёвнышке, мешаюсь им. Вот так, а надо подключить и поехал дальше. Всем привет, друзья! Напоминаю, что сейчас действует скидка на металлодетектор XP Deus 2. Цена со скидкой составляет всего 88 900 рублей. И это за комплектацию с блоком управления и 22-й или 28-й катушкой на выбор. Торопитесь, пока ещё есть в наличии. Акция продлится до 15 января. Также в акции принимают участие металлодетекторы и других брендов. Полный список вы можете посмотреть по ссылке в описании. Ну а приобрести товары со скидкой вы можете в любом магазине МД Регион России или заказать на сайте md-region.com Доставим совершенно бесплатно в любую точку страны. Пользуйтесь! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Вот так вот на моём мопеде всё-таки проехали это беремно, выехали. Едем дальше. Насколько это возможно? Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я тоже буду скользить. Да, сцепление хоть есть, обалдеть! У меня снова есть сцепление! Сцепление, конечно! Если что, я знаю, где тебя искать в крайнем случае. Да! Я потом поеду вперёд, как получится. Давайте, да! Спасибо большое! Пётр! Пётр! Да! Как ещё раз хотят? Петя, а команда точка, база ваша? Питкросс! Питкросс! Пётр из Питкросса! Пётр из Питкросса! Спасибо большое! Респект! Ребята, все, кто из Митера, вот к этому человеку, Петру из Питкросса! Да! Давай-ка! Обалдеть! У меня появилось сцепление! Это круто! Я его чувствую! Так, ну, грабушка, мы не поедем! Мы его благосленно объедем! Так, ну, грабушка, мы не поедем, мы его благосленно объедем! Так, ну, да! Так, ну, грабушка, мы ждем! Ребята, петру!!! Господи, я включила вторую Могу наконец-то отдохнуть, что ли Обалдеть Ой Получил, поехала Так, как там меня учил Петя из спидкросса Берем эти провода, вот видите, когда ему такое зажигание Итак, мама, я думаю, ты посмотришь это видео, не будешь за меня волноваться О, четко, едем дальше О, да это ужас О, да это ужас Нормально Нормально, нормально, нормально Нормально Встреча 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 Илья, я вот тут, я еду справа Ой, бревно Ну окей, может мне тут больше нравится У меня жду елочек Ау Ай-яй-яй-яй Ах ты ж Так, ну все-таки на колею выехать Потому что я без очков еду, у меня очки Сзади сейчас Потому что они такие с отблеском Для яркого солнца, а мне нужно другие купить Тогда без Ну, короче, прозрачные Где там литралочка-то? Все равно облакам Наклевать на нас Если хочешь, так же и живи Не хотела плыть Как все Так Плыви Но я Жду Чудо О, чудо случилось Нашла нейтралку Так, заводим Сиспенсия даже не знала, что есть Такой способ Заводить Вон отцыкал На колею все-таки выйдет Так люди, поедем Ах, что-то Такой спыль Ну, надо же было свалиться Ой, куда? Это лент какая-то Ага Ничего себе Так, давай подумаем, Марин О, мухомор Можно, конечно, съесть мухомор И подумать еще лучше Но Смотри, здесь мы не проедем Потому что там камень скользкий Вообще пипец То есть нужно Вот здесь Тогда, наверное, заезжать нам Да Я надеюсь, что скоро финиш О, кто-то едет А я тут отдыхаю Я тут отдыхаю Ну, что он делает Не знаю Отдыхаю 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 Золото у вас, ладно? Да, золото Отдыхаю И вот, посмотрите И даже, даже не спросил Не помочь ли вам, девушка? Нужна ли какая-то помощь? Ну, ладно Сама справимся Даже не спросил Нужна ли мне помощь А я тут сижу, чилю На мухомор смотрю Еще кто-то едет Третий номер Спасибо большое Тоже не спросил Ладно Может, я многого От них требую? Нет Я всего лишь Хочу Выехать отсюда Попробую все-таки Тут заехать Не знаю Короче Надеюсь, не будут ли меня ругаться Я эту ленту Вот так вот сделаю Вот там я не проеду Ну, никак дальше Вот Окей И И И выйду на ленту С другой стороны У меня Это мне карма прилетела За то, что я Хотела объехать Мать Ух Так, что здесь нам делать? Вторая Вон тревожка Вон тревожки Я вперед только трюдила Я еду до финиша уже Наконец таки Я никогда так не радовалась машинам Которые увидела в далеке Это лагерь, господи, там видишь, наконец-то! Ой, 1-4 еду. Пипец. Это видеоблог. Это дура видеоблог. Это блок. Блок повода. Ну я всё! Добралась. А я, знаешь, вела код, джамп джет, как в GTA, перелетела. И всё. Смотри, я не знала, что мотоцикл может заводиться вот так. У меня сломалось сцепление вообще, мне его чинили. У меня всё сломалось. Просто всё. Рюкзак твой цел. А кто тебя чинил? Петя из Питкросса. Вот кто меня чинил. А Петя что делал там? Он тоже не ехал нихуя? Он приехал? Он приехал? Нет. Нет, он должен приехать. Он меня обогнал, сказал, ладно, есть что, я знаю, где тебя искать. А какой у него номер-то, блядь? Я как угадаю, кто из них приехал? На БСЕ. Очень грязная БСЕ. У тебя что, не помнишь? Ну, в принципе, да. Разметка говно. Как нам обычно говорят. Ну, я что сделаю, что у тебя нос такой огромный? Уши, нос. Ничто еще браха. Кто эти ленты делал? Ты знаешь. Мне вчера предлагали им помочь. Что это за лента короткая? Ну, все. У тебя медаль где висит? На груди. Ну, добралась же. Как-то, ну, добралась. Когда ты бегаешь по треку с видеокамерой, с GoPro и просто приставая ко всем ребятам, это интереснее, это мое. И я буду больше заниматься этим, нежели чем кататься. Хотя, я не знаю, я не исключаю того, что через пару деньков я отойду и скажу, погнали снова на трек, погнали снова кататься. В общем, я кайфанула. Я получила дозу того, чего хотела. Я попробовала, что это такое. Потому что весь год я ездила по разным гонкам по всей стране и видела это со стороны. Теперь я прочувствовала, каково это. И всем девчонкам из эндуро, Свете Лавренчиков, Варе из Питера, всем-всем-всем девчонкам остальные, я такой респектища даю. Просто вы такие молодцы. Я восхищаюсь и искренне. И вот такая вот медалька финишера. Если бы вот парень на аванте, я даже не запомнил. Я 23 минуту там сидел. Короче, парни объехали справа и даже не испачкали. Где справа? Вот, бля, посмотри на Алексею. Там бревно. На нем стрелочка. И там просто, блядь, просто пиздец. Вот, посмотри. А справа речка. Из камня можно ебануть. Через бревно? Где бревно? За бревно. Блядь. Нет, нет. Ты снимай вот так, смотри. Алексей Иванович, вон, чистый. И Илюха. А ехали один и тот же трех, блядь. Один и тот же трех, блядь. Один и тот же трех, просто. Вот так вот эндурист выглядит, да? Практически сухой. И просто все, все лицо просто. Даже номера не видно. Я доехала. Один. Я тебя на одном поле, по-моему, два раз учитил, да? Да. Дай мне комментарии по поводу трека, по поводу разметки. Просто удивительно видеть в Питере. Я в Питере и вижу вас как не как организатора, как участника СРЭО. По всему. Я вообще много уже про это, в принципе, говорил. Вот для всех организаторов гонок. Я не считаю себя суперорганизатором и так далее. Но я достаточно трассы сделал в своей жизни. Какие-то гонки организовывал. Но я считаю. Нельзя делать трек пешком. Я понимаю, в горах, да, это другая история. Мы не берем горы. Мы берем наши леса, поля, леса, крясть. Ты пешком идешь, делаешь, классный поворот. Клево. Вот это тоже кажется классный поворот. Это классно. Вроде выглядит классно. Но по факту на мальчик садишься, то начинается вот это вот, ну, грубо чуть не через переставку и так далее. То есть иди перестану. Да. Ты видишь, как первая передача, максимум вторая. Я все время на первую ехала. Мне кажется, что дорогу. Тебе не получить вот этого драйва, то есть, ну, этого укола адреналина, да, где-то можешь, нормально, где-то прыгнуть там что-то, что-то где-то ускорить, на кого-то обогнать. Однозначно тебе нужно, вот, для первой гонки 100% гонку выбирать нельзя. Это чисто на любителей. Эта гонка подходит, вот, которая сейчас была грязь в груду, которая подходит больше к ребятам, которые вот любят вот тупо грязи ковыряться. То есть такое вот прям. Помучаться, помесить. Да, да, да. Которые едут медленно и, ну, которые не умеют быстро ездить, короче. Ну, и не к тому, что это плохо. Это другой скилл. Например, вот парни, вот, Краснобаев, Серега, Витя Бокарев, молодцы, хорошо сели, проехали, кайфанули. Ну, видимо, просто нравится такая история. Ну, например, мне это вообще не заходит. Мне нужно прям поймать драйв и после этого я уже там получил свой адреналин и уже погнал дальше. А вот я доковырял его, то есть, и у меня вот почему ошибка получилась. Едем по полюсу, сейчас канал проехали, просто вот трава, она, ну, реально по крыло. Не видно ни фига там, ни бревен скользких, мокрых, ни пней, ничего не видно. Единственное место, где я вот смотрю, раз бревно, два бревно, ну, вроде подготовленное место. Единственное подготовленное место по виду. Я только туда, мы ехали специально медленно, потому что это раскатка, ну, как на самом начале. Ага. Я туда прыгнул, а там просто жесть. Там трава, вот буквально высоты, там, не знаю, места метров десять. И там просто дальше такой бурелом. У меня мотик в одну сторону, я там как-то спиной назад на него, и поеду ногу повредил. И Витя забокарит за мной туда же, и так же точно исполнил такой, ну, и все. Короче, что, разметка говно, да? Ну, нет, разметки на самом деле много, но много беспутной разметки. Ребята, вот еще для организаторов. Не надо рисовать стрелки, если вы не умеете. То есть вот это вот, особенно у начинающих организаторов. Вот стрелка прямо, вот стрелка прямо-прямо, а трек уходит направо. Поставьте вы точку, что здесь вот надо ехать. Просто точечку. Чик, чик, чик. Не надо стрелками смущать народ. И вот все время была такая ситуация не раз. Просто четыре стрелки продуплены, четыре, раз, два, три, четыре. А тебе ехать вот даже не по 90 градусов, а больше на 120 назад. А стрелка вперед. А стрелки вот здесь вперед, да. А тебе по факту здесь поворот уже ехать туда. Ну, это смущает. После этого ты не доверяешь уже. То есть дальше ты уже едешь уже медленно, высматриваешь, куда, чего, вдруг я пропустил. Просто ну, как обычно, в очевидных местах не вешают ленточки. Ну, это нормальная практика. Но когда ты не доверяешь уже организаторам, потому что ты едешь, как бы, у тебя там стрелки были, а все направо, да. Ты уже, как бы, начинаешь переживать так, куда там, здесь, не здесь. В итоге едешь, как бы, ну, головой крутишь, а не, ну, не валишь. То есть драйва сегодня не было вообще. То есть, ну да, ковыряло было. Ковыряло в горке, окей. Это, ну, любые горки любой сложности, любой ковыряльности, это всегда окей. Ну, не должно быть ковыряло вот это вот. Ну, это личное мое мнение. Чисто корни, вот что я видела, корни кочки, корни кочки, корни кочки перестановки. Да. И причем, ну, с таким острым углом все это дело поворачивается, что на питбайке было бы прикольно. Этот раз для питбайка подошла бы. Для короткой базы это было бы ништя. Но для поворотменных. На мотоцикле TM Racing. Это итальянский производитель. Рекомендую. Вот, а я проехала на Хаске, проехала, как проехала, короче. Слов нет. В общем, доброе утро. Это мой первый послеголочный день. Я с Хюрхером буду мыть свой мопед. Я впервые свой мопед мыть после своей первой гонки. Вы думаете, херня просто помыть мопед? Нет, это феноменальное событие. Номера, кстати, не буду снимать. Пусть таки будут болтаться. Вот они немножко раздолбанные. Но это мои первые годочные номера, и пусть они висят. Мопеды. На самом деле нам с мопедом еще постоит долгий путь. Мы сейчас находимся где-то на севере Санкт-Петербурга. И нам вообще ехать до Москвы, везти его. И от Москвы я его разберу. Снимем вилку, снимем переднее колесо. Запихнем его в Форд Фокус мой. И я повезу его в Калужскую область. Потому что хранится он у меня там. Прицепа у меня сейчас нет. Поэтому такими сложными путями мы с ним передвигаемся. Яркий, солнечный, морозный даже немножко день. Тут только что был иней. А, он даже еще есть. Вот, еще даже иней тут на севере Петербурга. Мы собираемся уезжать. Это значит то, что Белночка, грязный бурундук 2022 закончено. Грузим мопедом. Мой чемодан, который в этом году просто объездил со мной всю Россию, можно сказать. Вот собирается путь. Ты меня перешагивал. Осталось одно из самых сложных. Загрузить мой раненый мотоцикл. Потому что это просто не мотоцикл. Это какой-то больной пассажир с повисшими ушами. Он устал. Ему требуется небольшой косметический ремонт. Ну, а папа, наверное, будет приятно удивлен, когда я привезу... Точнее, не приятно удивлен, когда я привезу ему мотоцикл. С отломанным сцеплением, кнопкой запуска, кнопкой стоп-двигателя. Покоцаным. Ну, ладно. Но на то он и эндуро-мотоцикл. Если их не помимо. Хороший вопрос. Зайца, а у меня вопрос. Как вы в 9 раз выбирались выезжать? С полом выдержать. Да? Да. Так вот. Такие вот сборы. Протягиваем одну краску. Прям вокруг. Прям через... Прям... Ну, через... Давай через здесь его протягиваем. Через них просто прокинем. Между лесом. Тебе на краску. Я еще не видела, что они еще до этого делали. Просто подняли его на бок. Припец. Вот они все. Да. Стоит крепко. Стоит крепко. Держится. Он на меня так... Когда мы ехали сюда... Он... Ну, а вы видите, как мы ехали сюда. Замерзнешь. Рада была познакомиться. Все. Давай, до встречи. Все. Пока-пока. Ну, всю жизнь... Как будто жизнь свою прожила. Просто семья, да. Юж, скажи мне пару слов на прощание о том, стоит ли мне вообще... Ты уверен? Стоит ли мне вообще участвовать в гонках? Да, Марина, конечно. И во всей этой движухе. В начале каждого Родео всегда выпускают очень забавных ребят в таких цветных одеждах. И они разогревают публику. То есть, чтобы делать шоу, да, просто? Нет. Ну, чтобы просто делать. А что ты делаешь? Меня не видно. Отстань с меня. Тебе видно, там видно. Меня все очко бликует. Вот. Юра Березин, организатор гонки «Грязный бурундук». Рад, что не пришлось тебя тащить. Спасибо за гонку. И привет Пете, который, блядь, тебя вытащил. Пете из спидкросса. Ждем твой двухчасовой онборд. Самый унылый онборд, который вы могли видеть.